Сучасный погляд на традиционные виды народного мастерства, выстава творческих работ навученцев и педагогов Витебского государственного технологического колледжа под названием «Вытокера мяства» открылась у областного методического центра народной творчества. Экспозиция промеркована до 35-ти годов научной установки и яскраво свечить про то, как, благодаря умелым рукам, природный материал набывает совсем другие формы и значения. Без пера больше, не можно сказать, лоза плетения набывает другое народжение. Представленные на выставе работы ураживают свою неполторность и оригинальность. Это не просто предметы быту и повседенного интерьера, выполненные у традиционной технице. Подопечная талиновитого педагога и майстра Жанны Орехва пошли далей, и они широко выкорыстовывают сучасные мотивы и технику опрацовки материалов. Она миксует лозу, солому, ткачество с недавних пор, включает активные элементы текстиля, элементы кожи в свои изделия, что, конечно, привлекает к себе внимание зрителей своей необычной фактурой, своим необычным цветом, необычным сочетанием вот этих вещей. Умела сполучать розные материалы и створать объемные выробы из лозы, это и притягивает наученцев колледжа, будучих мастаков-оформителей. Это не просто мастатство деля мастатства, это еще и махчимысь зарабить. Лоза, она очень помогает, потому что мы можем делать, например, скульптуры на улице. То есть лоза прорастает, и она еще ветви дает, их тоже можно дальше заплетать, и получаются очень красивые и оригинальные скульптуры, которые растут, которые живут, ну, грубо говоря, своей жизнью, ну, и украшают, они никогда не угаснут. Гэтаму вучить педагог со стажем Жанна Арехва, будучи человеком творшим, неординарным, и она накеровывает своих выкованцев, подказывает им новые идеи и разом с ними экспериментует. Я многого не знаю, и не знаю некоторых моментов, которые они впитывают с технологиями современными. Поэтому вот это взаимодополняющий, обоюдный процесс, очень сложный, но радостный, когда получается что-то. Лоза – уникальный природный материал, с которого можно створять пригожие мостатские творы, переконанный майстер. Не утрималася и дала майстер-класс подчас выставы. Самый юный удельник, другоклассник Тимофей Махлаю у першиню поспробовал лозу. Мне нравится лоза, потому что ей занимается моя сестра, а солома и моя мама. Это занятие интересно, что из него можно сделать разные вещи. Талиновитый майстер и опытный дизайнер Жанна Арехва упевнена за лозоплятением будущее. Подрастает молодое поколение, среди их немало творчих и креативных особ, сдольных при унести свежие и неординарные идеи и ожитивить их на практице. А значит, традиции будут развиваться, и это радует. Инна Кириенко, Леонид Табола, Новины, Витебск.